ИИ Казанков Народное предприятие для народа Политика 30 апреля 2 ИИ Казанков Народное предприятие для народа Трудовые подарки к 1 маю и Дню Победы Эти слова, превращенные нынешним режимом в архаику, вполне нормально звучат в сельскохозяйственном кооперативе Звениговской Марийской Республики. С них и начинает свой рассказ председатель кооператива Иван Иванович Казанков о будних совхоза Звениговский, как часто называют по старой памяти и по сути народное предприятие. Есть все основания и буквально истолковывать как совхозный трудовой подарок народу к праздничному столу. Так и ее оценивают по всем достоинствам и хозяева, и гости застолей не только местных и дальних окрестностей, но и на всей планете. В праздник своевременно напомнить, коллектив уже дважды на международной выставке мясной промышленности во Франкфурте на майне при участии в ней более 140 стран получал высшие награды за свою продукцию. Это в общей сложности 41 золотая медаль, 12 серебряных, 3 бронзовые и по их сумме два первых Кубка Чемпиона Мира среди крупнейших производителей мясной продукции. Во всей нашей жизни социально-экономическое превосходство народных предприятий явление реально доказуемое. У всех перед глазами итоги соревнования двух систем в России, продолжающийся упадок и уничтожение силы восстановлением господства помещиков-флатифундистов и на этом фоне неуклонный рост и улучшение жизни всех трудовых коллективов, сохранивших общинные, социалистические основы производства и жизнеустройства. Самая яркая и впечатляющая поздравительная открытка – серая электронная справка из бухгалтерии кооператива «Звениговский». В ней показатели двух головных производств объединения сельскохозяйственных бригад и мясокомбината. За первый квартал текущего года выручка за продукцию превысила 3693 миллиона рублей. Уплачены во все уровни налоги и сборы в 281 миллион рублей. Уже из этого видны громадные масштабы агропромышленного предприятия и его жизненной силы. Ну, конечно, в противовес власть представит некий капиталистический холдинг, не только по названию, но и по собственности зачастую иностранный. Мол, вот эффективный собственник, у него самая высокая прибыль все импортная, по последнему слову науки и техники. Но эффект для иностранных и местных господ в том, что львиную часть капитала они перекачивают на запад в свои райские владения, а от налогов прячутся в заповедниках империализма свободных зонах, офшорах. А их верховная администрация в сырьевой колонии только умывается и призывает своих верноподданных. Денег нет, но вы держитесь. И лишь народные предприятия всем своим существом с родной страной и ее недавними хозяевами, ныне пролетариями, стоит только взвесить вклад кооператива «Звениговский» в само государство. По сумме налогов и сборов за первый квартал видно за год она превышает 1 миллиард рублей. Наш многоотраслевой народный кооператив «Звениговский» с его единым производством и товарно-денежным оборотом наилучшим образом решает задачи своего развития в интересах государства и своих хозяев-тружеников. И при техническом прогрессе не сокращается, а увеличивается численность занятых в растущем материальном производстве. За год прибавка на 5%, сегодня в трудовом коллективе насчитывается уже около 3000 работников. Только так можно бы добиться провозглашенного 8 лет назад создания жизненно необходимых стране 25 миллионов новых высокотехнологичных рабочих мест. Однако за эти годы в сельской статистике число занятых уменьшили на 1700 тысяч человек, пока числятся лишь 5 миллионов. В большинстве республик, краев и областей углубляется упадок сельского хозяйства, крестьяне разбегаются. На фоне недеоспособности навязанного стране буржуазного уклада народные предприятия демонстрируют всесторонний расцвет. В кооперативе «Звениговский» по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличили производство мяса на 13%, в том числе, что особенно важно, говядины на 19%. И корольный показатель подано на стол, как правило, в первый день их выпуска по советским государственным стандартам 4858 тонн колбасных изделий. И полуфабрикаты для любителей свеженины домашнего приготовления. Кроме того, 1315 тонн супродуктов, 692 тонны консервных изделий и к чести чемпиона по мясным деликатесам все более полная молочная река не столько в кисельных, сколько в сырных берегах. Надоили на 5% больше 3442 тонны молока. Целое озеро откуда? В совхозе «Звениговский» сегодня 10563 головы крупного рогатого скота, достойное чемпионов стада. И на 15% больше, чем год назад. И так неуклонно животноводство в народном предприятии растет всегда. Это в условиях нынешнего капиталистического разбоя в сырьевой колонии. Впервые в истории всех и всяческих классовых эпох проводится политика уничтожения крупного рогатого скота как проявление судьбы всех производительных сил страны. На ее опустошенных просторах осталось уже меньше третьей части важнейшей отрасли животноводства советского времени. Но все равно уже три десятилетия каждый месяц со счета ступенька вниз. Вот и опять в конце февраля по сравнению с прошлогодним стадо урезали почти на 200 тысяч голов. Уцелело теперь лишь 18,3 миллиона голов. Здоровая жизнь продолжается только в чистой природе. В народных предприятиях. Они все местные богатства ставят на службу пролетарскому братству. В состав совхоза Звениговский были приняты разоренные буржуазными реформами колхозы нескольких сел соседних районов Татарстана. Сегодня первый из них – кооператив «Хузангаевский» – зажиточная община. С нуля на месте зарослей бурьяна создан высокотехнологичный молочно-товарный комплекс, в нем уже 3200 коров. Такая же ферма построена и заполняется в кооперативе «Алексеевский». Вместе с ними в целом в народном предприятии Звениговский стадо крупного рогатого скота увеличили уже до 23 500 голов. Планомерно повышать продуктивность стада, но не ограничиваться только надоем молока как первичного сырья. Наиболее прибыльна глубокая переработка до разнообразной конечной продукции с ее продажей без посредников и монополистов. Для этого в Хузангаевском построили самый совершенный мыслосырзавод и на днях получили первую партию сыров неизменно по советским ГОСТам – 17 тонн. Перед праздником своего рода поздравлением отправили по магазинам, в том числе даже в Санкт-Петербург. И в дальнейшем будет развиваться промышленная переработка своего сырья с полей ферм в самые разнообразные товары народного потребления. Только что запустили производство сырокопчаной колбасы также, по советским ГОСТам. В Звениговском наладили производство пользующихся растущим спросом напитков, начиная с лимонада. И природа преподносит подарки. Например, редкостных качеств воду из скважины. Ее оценили врачи. Созданца хоразлива. И в наших городах почувствовали вкус. Берут 5-литровыми бутылями. В первом квартале продано, казалось бы, то, что под ногами, 296 тонн воды. Народное предприятие первое на новом витке прогресса. Вводит цифровизацию производства. По электронным заявкам из магазинов механизмы на складе делают набор колбас во всем многообразии их веса и ассортимента. А затем загружают в наш спецтранспорт с учетом очереди доставки по магазинам. Удобно и экономно. И еще ключ к финансовому полнокровию народного предприятия не господская подачка нищему, а полный доход от продажи своей продукции. Через собственные магазины. Продажа растет расширением торговой сети на соседней области. За год построили еще 78 магазинов. А всего в первом квартале стало уже 684 торговых точки. Это и впрямь точка. На два продавца. Окупается за год полтора. Народное предприятие для народа. А не для тех, кто деньги сшибает. Иногда удается поставить эту привлекательную точку рядом с супермаркетом. Покупатели поворачивают к ней. В разы увеличивается продажа. Народ не обманешь. Народные предприятия борются за жизнь. Добиваются. Чтобы в каждом селе и в деревне каждый труженик был хозяином и творцом общего благополучия и счастья в любимом родном краю. И народ умножает наследие предков за многие века. Например, при возрождении кооператива Хузангаевская построили школу на 80 учащихся и садик на 25 детей. Теперь какая уж там буржуазная оптимизация не хватает мест. И решено садик переместить в школу и построить новую школу на 200 ученеков. Но по делам, похоже, что вновь придется расширяться. Точка многие надежды крепнут в коллективном творческом труде, которым руководит председатель народного предприятия Звениговский, он же первый секретарь Марийского республиканского комитета КПРФ Иван Иванович Казанков. И сегодня трудовой коллектив показывает превосходство социализма, который только и может обеспечить само существование великой страны, ее возрождение из буржуазной разрухи и преодоление вызванной ее отсталости. В канун первома и звучат призывы к солидарности трудящихся в защите их интересов. Вспоминают, как строили новую жизнь, например, члены крестьянской коммуны Пролетарская крепость в Алтайском селе Изолесово с первых дней советской власти. А сегодня потомки коммунаров только в Пролетарском единстве могут восстановить прекрасное наследие своих дедов и отцов и свое счастливое будущее. Это будущее всей страны особенно впечатляющее в самом ее сердце показывает трудовой коллектив совхоза имени Ленина под руководством Павла Николаевича Грудинина. Но по всем понятным классовым интересам уже более года на него ведется неослабевающий натиск. И здесь пролетарская солидарность в безусловном сохранении народного предприятия имеет поистине государственное значение. Не дадим погасить маяк на пути к спасению страны от колониального рабства. В этом подарок к празднику, который в условиях свободы народа отмечается как праздник весны и труда. Федор Подольских